А еще вакцинация важна для того, чтобы продолжались спортивные, массовые и культурные мероприятия. Вот уже «Золотая маска» объявила дополнительную продажу билетов на шедевры, которые приедут в Таллинн в надежде, что все поклонники провакцинируются и захватят с собой ковид-паспорта. На это же рассчитывают и организаторы фестиваля «Джазкар», который с понедельника стартует в столице при поддержке многочисленных друзей и спонсоров, в том числе и Таллина. Сегодня бессменный организатор и вдохновитель фестиваля Анна Эрм – гость из студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Таллинн борется за звание города музыки, ЮНЕСКО, и мне кажется, что «Джазкар» – это тот фестиваль, который нас всех объединяет и поможет в этом. Мы любим джаз. Да, я в курсе дела. Мы любим джаз. И думаю, что Таллинн получает этот титул «Город музыки», поскольку, наверное, на одного человека тут больше всех городов музыкальных мероприятий. Я так думаю. Вообще джаз можно слушать каждый день или в джаз-клубах, или вот были дни Таллина, там тоже очень много звучало джаза. А фестиваль у нас первый раз в конце августа, обычно в конце апреля. В программе артисты из десяти странов. Я думаю, что программа очень интересная. И наши эстонские артисты привезли свою новую музыку, новые пластинки, которых они представляют на «Джазкаре». И начинается фестиваль в понедельник и до конца недели. Так что в воскресенье последние концерты. И как-то в рамках два больших оркестра у нас Райва Тафена выступает с Таллиннским камерным оркестром. В финале фестиваля звучит музыка Кристина Рандалу. И с оркестром, новым оркестром, New Wind Jazz Orchestra под управлением немецкого дирижера. Так что есть большие коллективы, маленькие, и артисты из десяти стран. Если кто-то не может, не успевает попасть на большие концерты, то есть маленькие, причем даже бесплатные концерты. Да, у нас такая традиция, что джаз звучит по городу, и не только в Тайлене, но и в Тарту, Пиарну, Вильянди. И звучит во время обеда в Реваль-кафе, звучит, например, в зоопарке у слона. И такие интересные местечки. И утром рано, когда большая очередь, автомобиль, тогда там тоже играет музыка. Так что надо смотреть на нашу страничку и найти эти бесплатные концерты. А еще день, 29 августа, тоже шесть бесплатных концертов. И это в Тейлискеве. Там ограничения на 50 человек. Если внутри надо делать, если на улице, тогда ограничений нет. Но это значит, что нужно обязательно захватить QR-код? Абсолютно надо захватить этот вакцинный паспорт. Или если нет, тогда можно сделать на месте экспресс-тест. Тогда надо приходить часик пораньше в Тейлискеве туда, где основные концерты. Анна, спасибо вам большое. Будем надеяться, что джаз действительно скрасит такую у нас не очень хорошую серую погоду. Пожалуйста, приходите и смотрите, что происходит на нашей страничке. Найдите информацию. Ну а мне только остается добавить, что нашей гостью была Анна Эрм, которая с 23 августа проводит свой традиционный фестиваль джаз-кар. Продолжение следует...